Но если понимать, что это естественный процесс, и в него не нужно вмешиваться, не нужно пытаться как-то повлиять на эту реорганизацию на ментальном уровне, тогда в конце концов наступит расслабление. Самое главное – это расслабиться и позволить процессу перестройки происходить. Побочные эффекты могут быть не очень приятными и вызывать беспокойство, но если не верить своим мыслям, то в действительности ничего страшного в этом нет. Это только ум видит во всем проблемы и заставляет вас беспокоиться. Когда кто-то говорит мне, что не спит толком уже 6 месяцев, и я вижу, что человек беспокоится по этому поводу, я спрашиваю, а действительно ли тебе нужно больше спать? Ты точно знаешь, что тебе не хватает сна? Или ты сидишь ночью в постели и думаешь о том, какой завтра ты будешь устал из-за того, что не доспал? Когда мы отпускаем от себя эту мысль, мне нужно больше спать. Когда мы осознаем, что это только мысль, происходит удивительная вещь. Если мы перестаем слушать свой ум, то, что он говорит нам о происходящем, наступает глубокое расслабление. И само это расслабление способствует ускорению трансформации на физическом уровне. Энергетическая трансформация происходит не только на ментальном уровне, на уровне мыслей и концепций, но и на уровне чувственного восприятия. После пробуждения многие замечают, что их чувственное восприятие необычайно обостряется. Например, очень часто расширяется поле периферического зрения. Многие начинают чувствовать или воспринимать то, что раньше не чувствовали. Так кто-то становится восприимчив к тому, что чувствуют другие люди, или к энергетическому полю других людей, или к энергии окружающего пространства. Кто-то может начать чувствовать энергетические поля животных, деревьев, растений, или домов и отдельных комнат. Когда происходит такое энергетическое раскрытие, человек как будто теряет все свои границы. Некоторым бывает трудно с этим справиться. Ученики приходят ко мне и говорят, «Я чувствую все, что переживают другие люди. Я чувствую все, что происходит у них внутри». Со стороны может показаться, что это так здорово, так таинственно, но учтите тот факт, что большинство людей полны конфликтов и противоречий. Только представьте себе, каково это – постоянно чувствовать внутренние конфликты других людей. Так что повышение чувствительности для некоторых людей становится проблемой. Но опять же, ощущение проблемы обычно возникает лишь из-за каких-то бессознательных мыслей. Нужно ясно осознавать, что каждый отвечает за себя. И вам вовсе не нужно переживать то, что чувствуют другие люди. Это их дело. Если у вас есть доступ к тому, что они переживают, это не означает, что вы должны это переживать. Проблема иногда создает некую внутренне бессознательная склонность к сопереживанию. С одной стороны, вам может быть не очень приятно чувствовать то, что происходит с людьми, но в то же время какой-то вашей части это может нравиться. Это подобно подслушиванию на энергетическом уровне. Если вы неосознанно получаете от этого удовольствие, это будет происходить все чаще и чаще. Если же вы не будете проявлять к этому никакого интереса, не будете подавлять, но не будете стремиться к этому, то ваше внимание будет направляться туда, куда нужно. На самом деле иногда бывает уместно чувствовать то, что переживают другие люди, особенно когда вы находитесь с кем-то в близких отношениях. Это помогает вам лучше понять человека с позиции его энергетического состояния. Однако вовсе ни к чему постоянно чувствовать все, что чувствует окружающий. Это исключительно их дело. Вас это не касается. Не следует воспринимать мои слова как черствость, бессердечность. Я просто предостерегаю вас, чтобы в связи с обретенной чувствительностью вы не вовлеклись слишком сильно в дела других людей. Важно знать, что некоторые люди обретают подобную способность к сопереживанию и без пробуждения или задолго до пробуждения. Так что опыт такого рода не является признаком пробуждения, однако является частым его следователем. Самое главное – не допускать появления ни малейшего чувства «я» на основе этого необычного опыта. Не допускать никаких попыток со стороны эго превратить эту способность в развлечение или использовать ее для обретения власти. У пробудившегося человека может проявляться много разных способностей. Может даже появиться способность к целительству. Иногда исцеление наступает даже просто благодаря присутствию пробужденного человека. Конечно, способность исцелять прекрасна. Это удивительная, чудесная способность. Но если вокруг нее начинает формироваться новая экоструктура, возникает этождествление с образом целителя, тогда это уже может стать проблемой. Поэтому важно не допускать, чтобы новый уровень энергии вскружил вам голову. Когда новые способности, называемые также ситхами или духовными силами, слишком увлекают нас, это может стать очередной ловушкой на духовном пути. В конце концов, когда такие способности появляются, они появляются как дар. Мы не можем присваивать их себе, не можем отождествлять себя с ними. Во многих духовных традициях учеников предостерегают, чтобы они не привязывались к таким силам, не пытались каким-либо образом развить или усилить их. Но хотя существует много назидательных в истории на эту тему, это не означает, что нужно избегать этих особых даров, которые приходят с пробуждением. Нужно просто позволять им проявляться, принимать их как естественную часть процесса. Расслабьтесь и позвольте происходить тому, что происходит. На тот случай, когда энергия кажется вам избыточной и совершенно неуправляемой, есть некоторые методы, которые могут помочь ее стабилизировать. В моем случае весь процесс энергетической перестройки длился около пяти лет. К счастью, моя жена Мукти в то время практиковала акупунктуру, и она помогала мне заземлять энергию при помощи акупунктуры. Я часто советую это людям. Когда энергия, циркулирующая в вашей системе, становится совсем неуправляемой, иногда помогают такие простые методы, как акупунктура или акупрессура. Иногда можно просто походить босиком по земле. Это тоже хорошо помогает стабилизировать энергию, циркулирующую в организме. Хочу пояснить, что я вовсе не предлагаю вам пытаться контролировать энергию. Я был свидетелем, как у многих людей из-за этого возникали проблемы. Если вы хотите, чтобы процесс успешно продолжался, нужно просто заземлить энергию, не более того. Когда в организме начинает циркулировать необычно большое количество энергии, иногда эта энергия может натыкаться на всевозможные блоки и преграды в нашей физической системе. обычно это ощущается, как давление в разных частях тела. Иногда люди чувствуют сжатие в области сердца или в кишечнике, давление в макушке или в области брови. В таких случаях важно просто отметить для себя, что происходит, и потом расслабиться. Не нужно каким-либо образом пытаться разблокировать энергию. Со временем блоки сами растворятся. Если же вы хотите поработать с блоками, я предлагаю вам сесть и спокойно направить на них свое внимание. Просто удерживайте внимание на блоки и смотрите, что вам откроется. Не пытайтесь как-либо повлиять на этот процесс, форсировать его. Просто будьте открыты и ждите. В целом, самое лучшее это чтобы процесс мышления никак не вмешивался в происходящее. С пробуждением начинает происходить много таких вещей, которых вы совсем не ожидали и не планировали. Что-то может не соответствовать тому, что было заложено в вас воспитанием. Просто имейте в виду, что все эти явления и изменения, происходящие в теле, уме и на уровне чувственного восприятия являются естественной и неотъемлемой частью процесса пробуждения. Следует понимать, что энергетическое раскрытие неотделимо от духовного раскрытия. Эти процессы практически всегда сопутствуют друг другу. Как я уже говорил, у некоторых людей энергетические преобразования могут быть очень заметными и явными, иногда даже доставлять некоторые затруднения. У других же они могут проявляться настолько слабо, что они их почти не заметят. Я здесь описываю лишь общие принципы. Когда вы понимаете, что происходит, весь процесс проходит значительно легче и быстрее. Главным образом благодаря тому, что вы перестаете беспокоиться. по-настоящему и по-настоящему вы